Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 8 февраля По народному месяцу слову Фёдор Студит, поминальник, застольник 8 февраля христиане чтят память преподобного Феодора Студита Бизантийского монаха, аскета, церковного деятеля и писателя Жил в середине 8-го, начале 9-го веков Хоть и говорили в народе об этом дне, Фёдор Студит, землю студит, но не знатного морозца, не оттепели грязнухи Сиди дома да в окошко поглядывай на изрядно надоевший своим снежным однообразием пейзаж Зима не лето, глаз краскою не радует, но это сейчас, когда все тепла ждут, а земле, матушке, зима нужна В этот день девицы яркие летние наряды примеряли, перебирая пестрые ленты, блестящие броши и заветные бирюзовые перстенечки, подаренные любимыми, что зимой в ближайший город на заработки подались За бирюзой на перстенечке девушки наблюдали и примечали Если ровный, матовый синью был покрыт камушек, значит помнил о невесте молодец, а коли зеленела бирюза, что-то с суженым недоброе происходило, загулял или заболел, а может быть по неосторожности попал в неприятную историю Камень вещун обманывать не станет, ведь с благородными камнями были связаны разнообразнейшие верования и приметы Камень был не только украшением, но и талисманом, приносящим счастье, амулетом, охраняющим от бед, а иногда ниточкой, связывающей два любящих или родственных сердца На Федора было принято гадать, какая будет погода весной, от нее зависел будущий урожай, для этого катали по блюду горох и прислушивались Если горошины отскакивают от блюда и как будто звенят, будет мороз, плохо для урожая, если же горошины катаются тихо, то будет метель, которая землю укроет теплым покрывалом. Активно использовался горох и в знахарском деле, с его помощью лечили кожные заболевания – бородавки, лишаи, мозоли и тому подобное. Горошины прикасались к больному месту, а потом бросали ее в растопленную печь. С помощью гороха можно было и зло причинить. Также существовало поверье, что человек, съевший горох натощак, становился глазливым. Есть в народе предание, в котором говорится, что происхождению гороха мы обязаны Богоматери, которая плакала, когда Бог наказывал людей за их грехи, а ее слезы превращались в горошины. У этого дня есть и другое название – Федор Поминальник. Согласно поверьям, 8 февраля души умерших людей, тоскуя по земле и близким, стараются показаться живым. Чтобы согреть души родственников, спускавшихся на землю холодной зимой, крестьяне в этот день насыпали на загнетку теплую золу. Снега побольше полям, а тепла сердцам вашим, славяне. Да, и вот еще что. По одному из календарей 10 февраля отмечают день рождения домового. И если вам близка эта традиция, то готовиться к этому дню нужно с вечера 9 февраля. Братья-месяцы КОНЕЦ 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 КОНЕЦ